Осень все больше вступает в свои законные права, температурные показатели опускаются ниже. Многие брещане начнут использовать печи и камины, чтобы согреться и создать уютную атмосферу в своих домах. Однако это отопление требует осторожности и соблюдения правил безопасности. Чтобы встретить холода безопасно, необходимо обратить внимание на целостность корпуса печи, на состояние дымохолодов в чердачном помещении, их оштукатурку и побелку, на наличие предтопочного листа перед топочным отверстием. В отопительный период 2022 года, а также заистекший период 2023 года пожаров по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи именно в жилищах граждан не зарегистрировано, что свидетельствует о том, что граждане в основном ответственно подходят к безопасности своих жилищ и готовятся к осенне-зимнему периоду заблаговременно. Чтобы печальных происшествий не произошло, сотрудники МЧС обходят дома брещан, а именно инвалидов или одинокопроживающих, осматривают их печное оборудование и напоминают правила пожарной безопасности. Что касается правил, то они просты, но ценные. Необходимо побелить печь для обнаружения трещин, прочистить дымоход, поставить предтопочный лист, не храни дрова вблизи печи и по возможности установить автономный пожарный извещатель. В доме пенсионерки Раисы Ильиничны Бунаты нарушений не нашли, а это говорит о ее ответственности. Уже давно у нас печка, правда это уже вторая была, это одна первая шире, это уже, ну стали кирпичи уже там падать, и мы вот взять, там нашел какого-то дядьку, и он сделал нам вторую. И это уже, наверное, лет восемь. Все тут оплю, полю такое, чтобы прочищало немножко. Ну и все. Вот тут вот золу выбираю, с этих маленьких, не золу, а сажу. Вот и так, потихоньку. Должный уход за печным оборудованием – залог спокойствия и безопасности, и неважно, сколько лет вашей печки. Если в доме есть заботливый и ответственный хозяин, то у вашего тепла не будет срока годности. Так, в доме Галины Дринюк печке около 60 лет, но при этом источник домашнего тепла у сотрудников МЧС нареканий не вызвал. Все дело во внимательности хозяйки. Я обязательно, когда начинается отопечный сезон, я обязательно сына говорю, что он обязательно чистит дымоход. Он не каждый год лазит и чистит дымоход. Отсюда, сверху, ну, лазит. Короче, с этим проблем нет. Пока печку не вытоплю, в основном я топлю, я не уйду вообще никуда. Не оставляю я без присмотра. По итогам нынешней проверки, нареканий у сотрудников МЧС не возникло. Однако каждый должен знать и не забывать. В пожарной безопасности мелочей не бывает. Любая халатность или неисправность могут в считанные минуты обернуться трагедией.